Всем доброго времени суток! Мы продолжаем Инсталайф, и сегодня у нас в гостях Институт дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета, самое молодое, самое новое подразделение КФУ. Сегодня вы узнаете о приемной кампании 2021 года и сможете задать свои вопросы о поступлении, особенностях образовательных программ и учебном процессе. На все ваши вопросы, уважаемые абитуриенты, с удовольствием ответят. Карина Рашидовна Набиулина, доцент, кандидат экономических наук, директор Института дизайна и пространственных искусств. Марсель Мансурович Искандаров, руководитель отделения пространственного проектирования Института дизайна и пространственных искусств, архитектор-дизайнер, член правления Союза архитекторов Республики Татарстан. И Ильгиз Моноберович Резидинов, специалист по социально-воспитательной работе Центра по сопровождению учебного процесса Института. Ну а для начала я предлагаю вам, уважаемые спикеры, с таким небольшим вступительным словом выступить, рассказать о том, что из себя представляет Институт дизайна и пространственных искусств. Я думаю, всем будет интересно послушать о новом подразделении. Друзья, добрый день. 28 мая 2021 года создан Институт дизайна и пространственных искусств. Это школа, которая направлена на прикладные знания и умения в области дизайна, архитектуры, в области креативных индустрий, поддержки творчества. И очень важно, как раз, когда я говорю о прикладных навыках, мы действительно вдохновлялись такими аналогами, как всемирно известная школа, Баухаус, как Фотомас. Мы в связи с этим ввели достаточно большое количество мастерских. Мы очень внимательно подошли к преподавателям. Нам было важно, чтобы это были не только ученые в своей области, но и практики в сфере архитектуры, в сфере дизайна, искусства. Это для нас было очень важно. И даже управление креативными индустриями также у нас приглашены преподавать практики. Мы считаем, что это наша особенность, что мы понимаем, что сегодня нужно на рынке. Мы сами практикующие специалисты, и мы готовы делиться с нашими учениками. Ну и для начала давайте тогда отразим все те направления обучения, которые есть в институте вообще, и если есть, то количество бюджетных мест. В настоящее время у нас проходит приемная кампания. Мы набираем ребят на направление подготовки дизайн. Здесь коммуникативный дизайн, motion design. То есть мы говорим о том, что специалисты по графическому дизайну, те ребята, которые смогут работать в сфере анимации, спецэффектов, издательском деле, рекламе. Я думаю, что им сюда. Да. Кроме того, следующий блок направлений у нас связан с профессиональным обучением. Здесь мы уже говорим о дизайне среды, причем о дизайне среды интерьерной, так и экстерьерной. То есть дизайнеры интерьера, архитекторы общественных пространств, ландшафтное проектирование, даже некие элементы градостроительства. Если ребята хотели бы в этой сфере найти себя, им важно поступить туда. Отдельно по запросу был выделен профиль, это дизайн интерьера. Он в очно-заочной форме обучения. Это тоже для многих важно, ведь сегодня ребята предпочитают зарабатывать, уже обучаясь. Марсел Иванович, может быть, вы про содержательный аспект как расскажете, кого, ребят, мы куда ориентируем, на какое направление? Спасибо, Карина Рашидовна. Я постараюсь изложить информацию так, чтобы, надеюсь, нашим будущим студентам было более понятно и более четко представлено, в чем специфика, собственно говоря, нашей вновь организуемой учебной структуры. Даже слова здесь не назовешь, потому что заложены действительно некие инновационные подходы, некие инновационные методики и подходы, которые, как Карина Рашидова правильно сказали, нацелены на то, чтобы специалист по завершении обучения бесконфликтно и без периода адаптации включился бы в реальную проектную практику, при том включился на нее не на правах и не на уровне подмастерья и человека, который добирает какие-то профессиональные навыки, а смог бы включиться в проектный процесс на совершенно равноправных и творческих основаниях. То есть делать не просто чертежные работы в каких-то крупных уже сложившихся структурах, а мог заниматься сам своей практикой. А для этого необходимо в процессе обучения, и мы именно на это делаем акцент и именно на это направлены, обучать и творческой части профессии, будь то, здесь я даже не могу сказать, однозначно дизайнер, это архитектор, проектировщик, это некий новый специалист, который проектирует пространственную среду. Но если будет вопрос, мы про это отдельно поговорим, в чем новизна, да? Это человек, который понимает задачу свою, а благодаря этому обладает еще и определенными козырями профессиональными в проектировании, так скажем, более общих и более важных вещей, чем просто представляется вот там квартира, холл, там какой-то кафе, там и так далее. Для этого мы будем стараться направлять и ориентировать студентов, которые можно пока условно, я именно подчеркиваю, что вот эти довольно условные термины, потому что если я буду называть сложившиеся термины, обычно они будут ассоциируются с теми представлениями о профессии, которые же сейчас существуют на рынке. Дизайнер это тот, кто закончил курсы, выполняет 3D Max, архитектор это тот, кто умеет чертить планы там и так далее. У нас немножко другой подход, который мы будем пытаться реализовывать. То есть это проектирование пространственной среды, и здесь мы не производим четкой границы между средой интерьерной, средой экстерьерной, условно говоря, внутренним пространством, наружной архитектурой, либо городским пространством. Потому что мы сейчас живем в таком мире, когда проектировщику, опять подчеркиваю, что я не хочу употреблять слово дизайнер или архитектор, именно проектировщик среды должен комплексно, максимально комплексно проектировать и то, и другое, и плюс еще Карина Рашина тоже правильный акцент сделали, понимая и используя определенные навыки из смежных профессий. Потому что сейчас проектирование подлежит не только предметы, пространство, вещи, а это ощущения, запахи, движения и даже некое пространство внутреннее, то есть то, как мы это себе в головах внутри себя представляем. Это подходы действительно такие инновационные. Я думаю, что наши будущие абитуриенты с воодушевлением и таким творческим зарядом воспримут наш этот посыл. Но если сказать более уже приземленно про дизайн интерьера. Я довольно много и долго работаю в этой профессии. Я не хочу лишнего хвалиться, но для пользы дела скажу, что, собственно говоря, я обладаю определенным авторитетом в этой профессии, чтобы понимать задачи. Можно я тогда нибудь скромче скажу? Просто Маса Массаж входит в 200 лучших архитекторов России и в топ-200 лучших дизайнеров России и в топ-20 лучших архитекторов России. Или наоборот, это было на 2019 год. По сути, на самом деле, таких рейтингов зафиксированных нет. Это, поверьте, журнал «Эд Декорейшн». Но в целом могу сказать, что, собственно говоря, вот здесь я опять не буду скромным, да, я представляю, как профессия выглядит изнутри, как она выглядит снаружи, что в ней делает, собственно говоря, проектировщик, что от проектировщика ждет заказчик и что еще более важно в ближайшее время будет необходимо нашему обществу и государству в целом. И вот таких лидеров в профессии мы собираемся готовить. Это то, что касается интерьерного пространства. Плюс еще в дизайне интерьеров существуют определенные методики, западные методики, очень практические, очень нацеленные на достижение стильного и высококлассного результата именно на уровне креатива. Это не повтора. Пинтерест, так называемое, проектирование, когда лучшим критерием качества дизайна для нас является то, что это похоже на картинку с Пинтереста. Собственно говоря, если к нам придет талантливый студент, мы его постараемся научить, хорошо научить, он сам будет производить те картинки, которые для других всех дизайнеров будут таким вот авторитетом, который они будут смотреть в Пинтересте. Дизайн наружной среды, дизайн среды – это расширение внутреннего пространства жизни человека вовне. То есть если мы обычно подразумеваем себе интерьерную среду, это там, где живет человек один, семья, либо небольшой коллектив, то вот здесь граница проходит именно по этому принципу. То дизайн среды – это там, где присутствует не только один человек, семья или небольшой коллектив, а где присутствуют уже многие на уровне улицы, района, города, а может быть даже и дальше. Вот именно этот подход, но вот эта вот градация этой линии, она и лежит в основе своей, на что мы будем делать акцент при обучении в рамках дизайна внутреннего пространства. И у нас присутствует слово «искусство интерьерного пространства», потому что это искусство создавать интерьерное пространство. И при проектировании среды жизни человека там немножко будет другой акцент в навыках, другой акцент в информации, но специалист оттуда сможет работать там, специалист-интерьерщик сможет работать и в общем пространстве. Так, услышал я ответ на первую часть своего вопроса. А что касается бюджетных мест все-таки, присутствуют ли они? Да, мы очень рады, что в этом году есть большие возможности для талантливых детей, ведь у нас больше 90 бюджетных мест предусмотрено в этом году. И мне кажется, что это как раз прекрасная возможность ребятам попробовать себя, ведь бюджетные места для многих, скажем так, для многих дает определенные дополнительные возможности. На всех направлениях подготовки, которые я перечислила, имеются бюджетные места, и вот в общем объеме их более 90. Ну, у нас строгий конкурс. К конкурсу мы обязательно еще перейдем, то есть к вступительным воспитаниям все это есть у нас дальше по вопросам. Расскажите, пожалуйста, о ваших преподавателях. Кто будет преподавать, собственно говоря, в институте? Это практики, это теоретики или это люди, которые и то, и то совмещают? Да, у нас большая команда. Сегодня вот у нас руководитель отделения пространственно-проектирования Марсель Монсулович Искандаров, у нас Ильгий Смоноберович, тот, кто занимается нашими ребятами в рамках социально-воспитательной работы, организует различные мероприятия, поддерживает их инициативу. Но команда у нас большая. Это кандидаты архитектуры, кандидаты технических наук, кандидаты доктора социологии, искусствоведения, кандидаты экономических наук, потому что эта междисциплинарность, она очень важна. И помимо того, что эти наши коллеги, которые сегодня нет в студии, но есть в штате, они ведут учебный процесс, чтобы внедрять те инновации, которые Марсель Монсулович сказал, чтобы быть гибкими, быть всегда в тренде. Как раз большинство специалистов, здесь и практикующие архитекторы, практикующие дизайнеры, владельцы бизнесов в строительной отрасли, в креативных индустриях. Под них мы еще вводили такое понятие, как творческие лаборатории, творческие мастерские. Вот, например, Альбина Ринатовна Гайдук, кандидата архитектуры, она практикующая архитектор, она возглавляет лабораторию Шкала. То, что мы говорили про иммерсивность, ведь сегодня среда – это не только то, то, что мы видим визуально, это еще и те ощущения, которые мы испытываем про иммерсивность, про звуки, про свет, про влияние их на личность, про запахи. То есть это вот как раз такая экспериментальная лаборатория Шкала. Про производственники у нас также, команда Инсафа, и с ней, может быть, мы познакомимся тоже в Инстаграм, у них, они занимались всегда предметным промышленным дизайном. Это в сфере легкой промышленности, и у них есть некоторый опыт. Сейчас мы тоже уже закупили под их лабораторию вычислительного дизайна и цифрового производства. Уникальное оборудование, такое только в Штутгургском университете у нас, его собирают индивидуально в Германии, и это позволит создавать предметы параметрического дизайна, причем различных масштабов. И следующий блок, это тоже производственники. Ребята, которые, например, участвовали в разработке музея дерева, команда Артура, это в Свияжске, мультимедиа. Они занимались, у них своя студия анимации, мультимедиа. Здесь как раз у них пропартнерство за рубежными компаниями, зарубежными инвесторами в области спецэффектов, производства фильмов. Наверное, ключевые лаборатория перечисла, может быть, еще заслуживает внимания архитектурно-реставрационной школы исследований наследия. Здесь также у нас в штате аттестованы архитекторы, аттестованы инженеры, которые не только кандидаты архитектуры, но к тому же и ведут свою практику в этой области. Как раз вот такая вот система мастерских, она позволяет сделать учебный процесс гибким и позволяет максимально быть интегрированными в реальный сектор экономики. И, например, многие мастерские, хотя у нас такое техническое открытие, это вообще 1 сентября, сейчас у нас тут первый набор, а с 1 сентября у нас уже первые обучающиеся появятся, первые студенты. Несмотря на это, у нас уже вот у этих лабораторий, которые я перечислила, есть реальные заказы, есть реальные инвесторы, есть реальные партнеры. И мне кажется, что для любого студента очень важно в студенческий период иметь возможность не только получать какие-то теоретические и практические навыки вот в подобных лабораториях у профессионалов своего дела, но к тому же иметь возможность в какое-то свободное время немножко подрабатывать. Но подрабатывать не, ну вот как часто бывает, например, какой-то отрасли услуг, а подрабатывать именно в рамках своей профессии, в рамках своих мастерских. И как раз вот такой вот интерес реального бизнеса, наличие договоров позволяет нам привлечь не всех, но ряд самых талантливых ребят вот в эти лаборатории на реальные проекты. Спасибо, было очень интересно послушать. А есть у нас еще такой вот вопрос, какие документы нужны, собственно говоря, для поступления и нужно ли портфолио? И озвучу сразу просьбу из Инстаграма чуть-чуть погромче говорить. Я вам спасибо, спасибо Буду. Документы, ну конечно же, здесь важны и аттестат, конечно, важны результаты единого государственного экзамена, но я бы порекомендовала ребятам, все-таки в каждый случай он уникален, я бы порекомендовала позвонить в приемную комиссию перед подачей, перед заливкой этих документов. Ведь многие ребята у нас приходят после колледжей, после училищ, и у них тоже своя ситуация. Есть ребята, которые проявляют интерес к нам, и они являются гражданами других государств, для них это тоже отдельный пакет документов. Есть отдельные категории граждан, тоже имеющие льготные преимущества, и это тоже не стоит забывать. Поэтому, конечно, каждый случай, мне кажется, что не только в образовании важен вот этот индивидуальный трек, но и даже сегодня, чтобы подать документы на нашем сайте, на сайте Казанского федерального университета, важно еще и индивидуальную ситуацию рассмотреть. Кроме того, мы бы хотели отметить, что мы очень ждем ребят творческих, талантливых, и помимо вот этого творческого экзамена, рисунок, он для всех направлений подготовки, которые я озвучила, помимо ЕГЭ, у нас есть еще свой творческий экзамен. Мы рекомендуем, это не обязательное требование, мы рекомендуем прикреплять и присылать нам свои портфолио. Ведь мы понимаем, что иногда на экзамене, но очень волнительно, и не всегда человек раскрывает все свои способности, а портфолио как раз позволит нам очень внимательно рассмотреть весь потенциал. Ну и как раз уточняющий вопрос, что должно входить в это портфолио? Ну, то есть более подробно можно как-то? Мне было бы интересно видеть творческие работы, это и рисунок, и графика. Кроме того, это, возможно, проекты, связанные с их видением развития территории. А вам, Артем Монсорчич, как вы считаете, как мог бы раскрыться этот человек? Вы совершенно правильно сказали, что экзамен по рисунку может не всегда раскрыть действительно настоящий потенциал, которым обладает, потому что студент, ну, будущий студент, потому что действительно волнительно, и это новая для многих область. Я скажу про себя, да, что я поступал в институт, не обучаясь до этого ни в художественной школе, ни, тем более, ни в детской архитектурной школе. Я понял задание очень дословное и доскональное. Если бы ко мне в свое время не проявили гибкость в приемной комиссии, то я бы, наверное, не поступил. Поэтому мы и просим, и рекомендуем представлять нам портфолио. Две каких позиции обязательно там хорошо было бы, чтобы одоброжено было. Это часть иллюстраций, изображений, которые демонстрируют то, насколько хорошо владеет абитуриент какой-либо графикой. Графикой линейной, то, что он любит рисовать. Не надо рисовать ничего специально для этого. Что действительно вы любите рисовать, что вас увлекает, и что, как вы считаете, у вас получается лучше всего. Вот это первый момент. А второй момент, было бы нам хорошо посмотреть какую-то часть вашего творчества, которая раскрывает вашу личность, ваше представление о прекрасном. Поверьте нам, мы достаточно опытные. Кто-то давно, кто-то не так давно сами были молодыми, мы еще помним, как это все на самом деле бывает, и что, как, что, в чем отражается. Ну и давайте про портфолио. Последний уточняющий, наверное, вопрос. Его иметь при себе на бумажном носителе, или можно там показывать какую-то цифровую версию, там, не знаю, открыть условно свой Инстаграм с работами. Как вот это будет на творческом экзамене выглядеть? Инки Сманович, я думаю, что все рекомендуемо, вот сейчас в этот период, да, мы понимаем, с чем это, наверное, все мы рекомендуем предоставить все-таки в цифре. Это наиболее безопасный для всех вариант. То есть не надо ничего распечатывать, просто человек приносит и в случае чего показывает, там, с экрана своего телефона, грубо говоря. Да, мы прикрепляем. Да, мы прикрепляем личный кабинет. В личном кабинете, да, вот. И, соответственно, потом на экзамен мы не сможем так показывать, потому что все же работы шифруются, и приемная комиссия не имеет возможности видеть портфолио. Таким образом нам придется убирать в портфолио личные данные, чтобы все-таки оценивать работу, да, и поэтому прикрепляет в портфолио личный кабинет, буду студентом, либо присылается через наш почтовый ящик, который мы у себя в социальных сетях обязательно укажем. Ну, откроем небольшой секретик, да? Мы откроем небольшой секретик. У нас на Кремлевской 35 небольшой проектный офис открыт. Там прекрасная композиция цветочная. Вы узнаете нас, сможете узнать нас по ней. И там сидят консультанты. Консультанты в этом году, это не просто для нас формальный подход. Это преподаватели нашего института, это кандидаты наук, это очень опытные ученые. И есть возможность, если вы подойдете проконсультироваться, предварительно даже с ними показать, немного обсудить свои работы. Мы понимаем, что это не даст никакие дополнительные баллы, то есть чего-то такого не предусмотрено законодательством. Но тем не менее, быть уверенным в себе, наверное, это уже какой-то шанс. И я бы еще сказала, что мы с большим уважением относимся к личности человека. Давайте про творческие экзамены более подробно поговорим. Спрашивают его, как проходить, очно или заочно? То есть в каком формате, как это будет выглядеть более подробно? Можешь я прокомментирую, да? Да, конечно. Есть два формата пока. Почему пока? Потому что мы все прекрасно понимаем, что завтра может все поменяться в связи с ограничениями. Да, есть два формата. Очный формат. Когда можно прийти по адресу Татарстана, 2 экзамена состоится 20 июля. Это по рисунку. А консультация будет 19 июля. И можно будет в протяжении 5 часов, с 9 до 2 часов вживую рисовать постановки, которые будут стоять там. Да, и второй формат дистанционно. Тоже получается там такая же постановочка уже подгружена. Да, там вы сможете только по фотографии ее оценить. И, соответственно, вы ставите специально камеру. Вначале проходит сигнификацию, да, показывает свой паспорт. После этого подтверждает ваша личность. После этого показывает уже планшет, на котором лежит листок А2, что он пустой. И вы, собственно, лично рисуете инфляционное испытание, постановочку. Мы рекомендуем как раз тест-драйв такой провести в момент консультации. Вот как раз этой технической особенностью. Ну и про консультацию, собственно говоря, был мой следующий вопрос. Проходит ли у вас консультация перед экзаменами? И как, собственно, туда попасть? Какая-то закрытая комната в Zoom? Все правильно. Это не закрытая комната, но она будет по ссылке 19 июля, она будет 16 июля проходить. Ссылка появится у вас в личном кабинете Буду студентам, сайт А2, социально-образовательная сеть. Zoom, туда можно попасть всем. Мы с приемной комиссией расскажем вам как раз такие тонкости, что необходимо подготовить для дистанционного и для очного вступительных испытаний, что с собой взять необходимо обязательно. И в формате, как нужно выстроить камеру, потому что есть определенные тонкости все-таки, чтобы и лист было видно, и ваш что было видно, и чтобы помещение было видно, что вам никто не мешает, и никто не помогает. И как бы вот эти все детали, все эти тонкости будем показывать и объяснять уже непосредственно на Zoom. Да, ссылка, повторюсь, появится у вас в личных кабинетах. Ну, я бы хотела вас предупредить. У нас на творческие специальности прием заявлений ведется только до 10 июля. На другие специальности там, по-моему, срок немножко другой, срок побольше. Поэтому, конечно, ну, просьба не опоздать. Мы знаем, что люди творческие иногда, не всегда, ну, бывают иногда вне времени. И с дисциплиной, ну, и есть немножко трудности. Но вот это очень важный момент. Наверное, это поступление, выбор вуза во многом определяет дальнейший жизненный путь. Конечно, нам бы хотелось единомышленников. Вот здесь вот про честность религиозный набер, сказал про то, что выстроить камеру. Так что мы понимаем, что это честные ваши вот заслуженные баллы, и вы достойно занимаете свое место. И вам так лучше, и нам так спокойнее. Смотрите, говорили про 90 бюджетных мест. А что касается платников, сколько стоит обучение для них? Здесь тоже есть различные возможности. Ведь стоимость обучения, она определяется не только университетом. Здесь учитываются и нормы, которые спустили нам свыше, да, курирующие министерства. Но, тем не менее, есть выбор. Если мы говорим о направлении дизайн, конечно, стоимость обучения немного выше. Здесь порядка 260 тысяч рублей. Здесь коммуникативный дизайн, мошен дизайн в этой категории. Но есть и возможности за меньшую сумму получить также достойные образовательные услуги. Это профессиональное обучение, как раз дизайн интерьера, дизайн среды. Здесь порядка 130-140 тысяч рублей. Вот такая стоимостьная категория. Вы можете посмотреть, ну, вот, уже прям точную сумму. Ну, категория такая. Магистратура – это тоже стоимость несколько выше, около 280 тысяч рублей. Но качество образования, конечно, дает в жизни и другие возможности. Хорошо, что вы говорили про магистратуру, то какие, собственно, образовательные программы есть в магистратуре в вашем институте? Компьютерная графика и веб-дизайн. На сегодняшний день открыт вот такой профиль в рамках направления дизайн. Но здесь я бы что хотела отметить. Поскольку мы сразу выбрали для себя такой путь, мы открылись недавно, но у нас преподаватели уже очень опытные. И мы понимаем, что магистратура – это как раз про абсолютно индивидуальный подход. И здесь несколько консультантов сразу прикрепляется к студенту. Здесь мы говорим не только, то есть возможность формирования группы, возможность формирования индивидуальной траектории обучения. И про магистратуру мы бы даже проговорили подробнее с каждым персонально. Мы не жалеем абсолютно на это времени, но к тому, что вот я же перечислила специалистов и преподавателей, которые есть сегодня в штате или они приглашены, и широкий спектр подобрать под индивидуальную образовательную траекторию в рамках направления дизайн, которая объявлена, вот такой персональный трек, персональных консультантов, персональный набор даже отдельно изучаемых дисциплин в рамках вариативной части. Кроме того, мы говорим о том, что даже содержание дисциплины может быть немного трансформировано. Это сегодня действующее законодательство позволяет именно под индивидуальный трек и желание человека. Ведь магистратура поступает уже весьма осознанно. Кроме того, магистратура, наверное, конечно, это важнейший блок обучения. Хорошо, если студент воспользуется такой широкой палитрой. У нас сегодня студентов будет не так много, ведь мы открылись недавно. Поэтому это и наше преимущество, что мы можем обеспечить индивидуальный подход в том числе и магистратуре. Принимаете ли вы вступительные испытания? Сейчас, давайте я лучше зачитаю вопрос, прям так, как он пришел. Можно ли иностранному абитуриенту из Казахстана сдать экзамены онлайн на бюджет? Вот такая прямая цитата у нас есть. Онлайн у нас возможно сдать. И вот опять, вы знаете, как я сказала, да, это палитра возможностей, особенно для иностранных студентов. И у нас есть различные программы с различными государствами. Я имею в виду у Казанского федерального университета. Есть отдельные целевые программы, есть отдельно, когда как физлицо у нас поступает. Есть, когда ходатайствует государство или какая-то компания. Поэтому было бы прекрасно уточнить ваш трек прям в виде вашей документы все. И эти телефоны справочные. Мы ведь можем их дать, да, отдельно для как раз для иностранного студента. Иргис Монабершин вот как раз утром такую памятку же, да, делаем с телефонами. Может быть, мы продиктуем, да, эти телефоны, связь и почта есть. Поэтому хотелось бы, я не хотела бы говорить, как в среднем по палате, вы знаете. Хотелось бы видеть документы и сориентировать уже конкретно человека. Ну а пока находимся в поиске телефона, собственно говоря, можно поподробнее про вступительное испытание. Свето-теневой рисунок или чего ждать еще? Вот такой у нас есть вопрос. Что вы приготовили? Да, у нас... У нас свето-теневый, тональный разбор. Это постановка, она не тяжелая. Это буквально там три фигуры, четыре геометрические. Это куб, возможно, да, шар, конус, цилиндр. Какая-то драпировка будет фоном, да, идти. И ставят, как правило, два, там, три предмета бытовых. Это бутылки, вазы, возможно, какие-то, да. Секрет раскрывать не буду, так по регламенту мы не можем это говорить. Но образцы работ мы выставили, это не секрет, как это будет. Образцы, да, есть. Светональный разбор, максимально нужно показать все свои способности. Композицию, ручную графику. Да, все свои умения показать в этой работе. Формат А2. Давайте немножко поговорим про то, где будут жить студенты, и, собственно говоря, где будет располагаться их институт. Первый вопрос – это где территориально располагается ваш институт. Второй – это где будем проживать мы, первокурсники в общежитии. Учиться мы будем в самом центре города, это 15 минут пешком до Кремля, левая Булачная, 34, наш адрес. Мы приступили к реставрационно-ремонтным работам. Это усадьба Кабатовых, это историческое здание. Мы, по-моему, это 19... Даже целый комплекс, я вам скажу. Целый микрогородок. Да, целый комплекс, состоящий, во-первых, из самого здания исторической усадьбы. И мы понимаем, что такое усадьба. Это этажи, высота потолка, 4 метра, да, это лепнина, это наследие, это дух времени. То есть как раз для творческих специальностей все лучшие творческие школы мира, они расположены как раз в исторических зданиях. Кроме того, каждая усадьба имела и конюшни. И вот в составе комплекса зданий сбоку у нас есть эти пристрои, которые прекрасно в настоящий день трансформируются под производственные лаборатории, которые я назвала. Это, наверное, лучше даже не придумаешь в наше время. Поэтому так у нас прекрасно стечение обстоятельств. Но опять-таки я повторюсь, что сейчас там идут ремонтно-реставрационные работы по проекту. И к первому сентябрю уже первый блок, необходимый для организации образовательной деятельности, я думаю, что мы успешно осилим. Но в дальнейшем нам бы хотелось... Вот, например, мы определили... Ну, мы для себя наметили несколько точек для студсовета вот в этом комплексе зданий. И нам, конечно, не хотелось бы навязывать ребятам вот свои интерьеры, свое видение их пространства. Нам бы хотелось, чтобы они предложили варианты оформления и даже выбрали вот из этих нескольких мест такой вот свой уютный уголок. Про двор еще забыли, что у нас два прекрасных дворовых пространства есть внутри наших, получается. Что мы тоже думаем о том, как же их можно приспособить, да, что там можно делать. Уже фантазируем мы об идеях проведения различных своих мероприятий, активности для студентов. В летнее время, может, и выставки. У нас как бы есть увидение, что для различных инсталляций там проводить. Потенциал нашего здания очень большой, и там действительно... Но его важно раскрывать нам вместе, потому что сегодня вот как раз есть тот потенциал, который мы могли бы создать. Что-то уже к приходу ребят 1 сентября, а что-то вместе с ними. И, например, у нас вот даже есть выход через лабораторию фуд-дизайна, как раз в этот внутренний двор, где мы думаем, что же там, наверное, там должны быть такие летние столики, а может быть и зимние с пользой предусмотреть. Вот я правильно очень... Можно дополнить. Важно не только чему и кто себя обучает. Это очень важно, в какой среде и в какой атмосфере учишься и проводишь. Это очень важное в жизни каждого человека время обучения в ВУЗе. Поэтому мы и прекрасно понимаем, мы и открыты, и нацелены на то, чтобы создать не только... создать среду и психологическую, и, собственно говоря, предметную, которую бы наши будущие студенты вспоминали с приятным чувством, которая была бы к ним открыта, демократична, и была бы своим местом. Потому что, конечно, творческому человеку очень важно и то, в каком объеме, в каком помещении ты работаешь и занимаешься. Мы восстановили исторические документы по нашим фасадам. Вот как раз по зданию, на Лево-Булачном 34. Сегодня облик иной, вот эти вот фасады с главной улицы. Но мы посмотрели, насколько они прекрасны. Там и балкончики, там и дополнительные элементы декоративные. Конечно, но вот потенциал есть для творческих ребят. А про общежития... Да, про общежития первокурсники всех институтов заселяются в деревне Уверсиады. Да, в полном объеме, в первокурсниках, соответственно, будут жить там. А у старшекурсника надо будет жить в городке. У нас, конечно, говорил только про первый курс. На самом деле, у нас второй курс, вот нынешний первый курс, переходит тоже к нам, который считается нашими студентами, в том числе. Наш любимый второй курс, с которым работа уже идет за большой. Тоже по моей части, по воспитательной социальной. Можно начать порабатывать и спрашивать, какую же культурную программу. Да, именно чем вы хотите заниматься помимо учебной деятельности в рамках вот этого учебного вашего процесса. У них есть куча всяких интересных запросов. Они хотят развивать, есть различные экспериментальные театры, они хотят. Они хотят места, где можно научиться тому, чтобы, получается, выступать перед публикой. Это очень классно. Для современных архитетов и дизайнеров это очень важно, да, для проектировщиков. Уметь подавать свои идеи, презентовать их. И действительно, если от них уже идут такие идеи, мы только поддерживаем. Мы уже как раз таки думаем о том, чтобы закупить дополнительное оборудование для оснащения каких-то пространств, да, помимо нашего актер-зала, выставочных пространств, чтобы у соцсовета, для активистов были свой уголок, где будут и колонки, и проекторы свои, и какие-то такие вот вещи, чтобы максимально не задерживать их творческие какие-то настроения не только в учебе, но как бы в нашей, да, сфере, в оркестр-турной, дизайнерской, да, а именно и в танцах каких-то, да, в каких-то перформансах, выступлениях. Поэтому эти запросы есть, и мы начинаем уже их тоже прорабатывать. И я бы хотела отметить вот тоже про общежитие, но уже для старшекустников. Здесь мы понимаем, что и у нашего института, и в целом Казанский федеральный университет есть свои определенные системы ценностей. А проживание вот совместно в общежитии, в деревне университета, оно предполагает, конечно, ну, выполнение некоторых там, как минимум, нравственных норм, да. Есть и определенный момент связанный, ну, с цеплением, потому что это же безопасность всех. И, конечно, мы бы призывали ребят, вот мы даем шанс на первом курсе всем заселиться, но дальше их путь, они могут принять, ну, вот общие такие правила на цели на их же безопасность, на их же комфорт, но могут сказать, нет, я хотел бы все-таки жить где-то в квартире, чтобы быть под меньшим контролем, так скажем. И вот мы видим, что родители, например, даже те, которые имеют возможность снимать квартиру вот в центре города своим детям, они очень часто обращаются и все-таки хотели бы, чтобы ребят проживали в общежитии. Они считают, что это безопаснее, что в большом городе, конечно, здесь кураторы от института их навещают, решение каких-то бытовых вопросов, ведь иногда не все ребята готовы прямо к самостоятельной жизни. Поэтому первый курс, он, конечно, ну, такой мы рекомендуем оставаться в общежитии. А на втором курсе уже и у ребят есть выбор, возможно, они уже готовы самостоятельно. Ну, возможность сохранить свои места, конечно, она есть. Есть у нас еще один вопрос про общежитие. Что касается очно-заочной формы обучения и заочной формы обучения, предоставляется ли общежитие в этом случае? К сожалению, не предоставляется. Да, предоставляется только очно-заочная форма обучения, мы это уточнили. Ну, такая политика общего университета, КФУ, да, есть? Ну, есть некоторые возможности для сотрудников, так скажем. И вот как раз о том, о чем я говорила, что у ребят есть возможность подрабатывать не только вне нашего института, но участвовать в креативных проектах наших на уже возмездной основе. Они дают, конечно, им дополнительные преимущества. И вот в таких вопросах социально-потовых, так скажем, это тоже есть некоторый такой инструмент, которым можно воспользоваться. Немножко за такой цепь рассуждений упустили мы самый главный, наверное, вопрос. Какие экзамены ЕГЭ нужны для поступления? Да, направление дизайна у нас предполагает ЕГЭ, это литература и русский язык, плюс вот творческий, да, о котором мы говорили. А профессиональное обучение здесь как раз дизайн-интерьер, дизайн-среды, это предполагает у нас литературу. Нет, общество знаний, русские общества знаний. Общество знаний, русские общества знаний, простите. Будет ли институт оказывать помощь в устройстве на работу? Своим выпускникам, видимо, и своим студентам. Калина Рашидовна, можно я вначале? Более широко на этот вопрос отвечу. И одновременно отвечу на возможные сомнения, вопросы, связанные с тем, что наш институт – новое образование. Обычно, как происходит, я довольно долго работаю в самых разных форматах преподавания и обучения архитектуре и дизайну, как происходит обычный трек вхождения человека в профессию. С тем или иным успехом заканчивается вуз, кто и человек, и вхождение в профессию приходят двумя путями. Либо человек начинает индивидуальную практику по завершению, и начинает с самых низов, либо уходит под мастерием в крупную проектную, либо некрупную структуру. Самое лучшее вхождение в профессию, которое я уже более чем за 15 лет преподавания в всевозможном форматах наблюдал, это когда, начиная, ну не с первого, конечно, курса, а с этапа получения каких-то базовых навыков, человек начинает так или иначе заниматься реальными практическими заказами, одновременно с обучением. Чем человек более способный, или чем более правильно выстроенная методика и его манера работы в той проектной организации, куда он ушел, условно говоря, шабашить, тем удачнее человек включается уже и входит в рынок, так скажем. Но это чаще всего происходит параллельно. Обучение параллельно, в шабашке, либо вхождение, начало работы на стороне, оно происходит вне. Мы нацелены на то, чтобы это все у нас происходило в рамках нашей структуры. Соответственно, мы как педагоги, мы это как методисты, можем правильно, во-первых, и представим, мы прекрасно знаем, что человек, что студент умеет, и, соответственно, выдавать ему тот масштаб и уровень задач, который ему под силу в тот или иной момент. постепенно человек будет возрастать, так скажем. Это больше, чем просто направить по завершению, выдать какое-то направление в какой-то проектный институт, когда человек придет. Это ценнее и важнее. Я думаю, что по результату наших уже сложившегося цикла обучения, мы, наверное, Карина Рашина, сможем навести некие контакты с крупными проектными структурами, хотя они у нас уже и так в рамках проектной практики многих преподавателей существуют, для того, чтобы наиболее, я даже не сказал талантливых, чтобы каждому студенту найти правильное место для его реализации. Я поэтому, если позволите, небольшое отступление дам. Я призываю студентов не быть чересчур к себе строгими и требовать от себя чересчур талантов именно художественных и именно креативных, потому что рынку нужны самые разные специалисты, и не является один специалист-креативщик более достойным и более крутым, чем человек, который просто хороший специалист в своей узкой области. Просто важно еще и в процессе обучения понимать эту специфику студента, для того, чтобы правильнее его сформировать как специалиста. И еще вот один момент по относительной креативности, который мы тоже будем стараться избегать, это наличие определенных клише. Как мы сейчас понимаем и представляем себе креатив? Что это что-то ультра-необычное и что-то ультра-невиданное. Креатив сам по себе подразумевает отсутствие креше, в том числе и в данной области. Поэтому в творческом смысле, идеологическом, наш институт базируется на двух полюсах. Это школа классического проектирования, я не говорю, что это классическая архитектура, это школа классического проектирования, и это супернационная лаборатория, нацелена на самые-самые последние наработки, на самые-самые последние тренды, которые в мире существуют. И вот между двумя этими полюсами существует огромное поле для выражения собственной индивидуальности и поле для нахождения, собственно, вот этой вот точки позиционирования в мире. Поэтому я здесь немножко возвращусь назад относительно портфолио. Поэтому не старайтесь чересчур оригинальничать в портфолио тоже, если вам это не близко. Потому что нам важно видеть ваше настоящее лицо, и мы не нацелены на то, что суперсовременно – это классно, а что-то такое более традиционное, более классическое – это недостойно. Выражайте себя, а мы все-таки обладаем определенным педагогическим стажем для того, чтобы четко увидеть и понять вашу индивидуальность. Мы не просто будем содействовать в этом вопросе, мы заинтересованы сами, создавая вот такую научно-прикладную новую школу, чтобы ребята раскрыли себя в практике максимально быстро. То есть это один из наших даже кипяй таких внутренних, которые мы себе определили. Но кроме того, я бы хотела отметить, что сегодня мы видим, что ряд границ закрыт, конечно, и поэтому, наверное, мы не на первом месте это выделяли. Но мы очень интегрированы и в международное пространство. У нас у самих, у многих, помимо российского архитектурного образования, у нас и зарубежное архитектурное образование в области дизайна. Поэтому мы еще очень открыты к тому, чтобы наши студенты были тоже интегрированы в международное пространство. И здесь речь идет и как о некоторых образовательных модулях в период обучения у нас в институте. И кроме того, еще и стажировки в этих компаниях российских и зарубежных. И мы имеем опыт такой организации. Казанский федеральный университет имеет большие партнерские связи. И с учетом того, что Казанский федеральный университет входит в лучшие вузы мира, в этот рейтинг, входит в 10 лучших вузов России, по мнению международных рейтингов, это, конечно, также дает дополнительные уникальные преимущества для наших студентов и в плане трудоустройства. Причем мы говорим еще и о качестве того рабочего места, не просто его наличии. Большое спасибо за столь подробные ответы на все наши вопросы. Напоминаю, что в эфире у нас был Инсталайф с Институтом дизайна и пространства искусств Казанского федерального университета. Оставайтесь с нами, впереди еще много-много интересных Инсталайф и много-много интересных ответов на все ваши вопросы, уважаемые абитуриенты.